как не прийти к финансовой свободе приветствую друзья на связи с вами ольга барабанова и в этом видео я с вами поделюсь практическими шестью способами которые заведомо не приведут вас к финансовой свободе то есть если вы мечтаете о том чтобы не думать о деньгах о том чтобы наконец-то стать свободным чтобы путешествовать чтобы не зависеть от того сколько у вас денег сейчас чтобы их у вас всегда хватало чтобы вы были финансово независимым то все что вам нужно будет делать это не делать то о чем я с вами сегодня поговорю и так пункт номер один самый фальшивый способ который никогда не придет к финансовой свободе как бы это может быть грустно не звучало это способ которым пользуется огромнейшее количество людей если мы посмотрим за окно это работа это работа по найму это продажа своего времени за деньги когда ты сколько ты работаешь столько ты денег и получаешь добывают разные уровни зарплаты но к сожалению когда ты работаешь деньги ты получаешь когда ты работать перестаешь что происходит ты перестаешь получать деньги поэтому к сожалению люди настолько и чувствуют себя несвободными. Это рабство. То есть, ты пока работаешь, ты зарабатываешь. Работать перестал, ты перестал зарабатывать. Потом наступает такой момент, который называется точка П. Это пенсия. Либо еще есть другое слово на букву П и даже на букву Ж. Когда ты дожил до этого прекрасного момента, до этой пенсии, и ничего веселого тебя не ждет, потому что на сегодняшний момент уже пенсии не будет. Те люди, которые сейчас ходят на работу в молодом возрасте, должны заботиться о своем будущем самостоятельно. И о своем будущем нужно заботиться сейчас, потому что нам в нем жить уже через несколько лет. Поэтому первый способ, который никогда не прийдет к финансовой свободе, это работа по найму. Это не значит, что сейчас нужно сразу увольняться, бежать и в омус головой бросаться в неизвестно куда, в какие-то сомнительные проекты, которые тоже не приведут к финансовой свободе. Это будет сейчас отдельный пункт, но это значит, что это нужно уже сейчас осознавать. Если вы сейчас работаете на работе по найму, то есть способы, хотя это видео не о том, что делать для достижения финансовой свободы, но постепенно начинайте присматриваться к тому, что вы можете делать уже сейчас, чтобы не зависеть от работодателя. Возможно, это какие-то работа на себя, может быть, это фриланс. Уходить от фиксированной работы на плавающую, то есть когда у тебя нет фиксированной ставки, потому что ставка это самое такое, что как будто бы есть стабильность, как будто есть уверенный в завтрашнем дне, но на самом деле это еще хуже, чем когда ты независимый предприниматель. Итак, пункт номер один – это работа. Не будем долго на нем останавливаться, потому что есть еще пятерочка не менее вкусных вариантов. Итак, пункт номер два. Пункт номер два заключается в том, что у тебя есть мечта, ты начинаешь к ней двигаться, ты увидел для себя перспективы в сетевом бизнесе, ты начал двигаться и столкнулся с неудачами. Возможно, ты проработал в сетевом бизнесе месяц, может быть, год, может быть, через какой-то период времени у тебя случилось что-то с твоей компанией, и ты перестал верить в свою мечту и остановился. Вот это пункт номер два, который, ну, как вы понимаете, конечно же, не приведет к финансовой свободе. Всегда, когда возникает желание остановиться, вспоминай о том, ради чего ты начал, и не предавай свою мечту за шаг до успеха. Если ты остановишься сейчас, подумай, насколько лучше станет твоя жизнь, то есть станет лучше или хуже, если ты сдашься в какой-то момент. Не предавай свою мечту. Пункт номер два заключается начать, начать и остановиться за шаг до успеха. А ты никогда не знаешь, какой шаг будет как раз тот, который тебя приведет к результату. К пункту номер три часто приходят люди после пункта номер два, когда у них не получается что-то в одном бизнесе, может быть закрылась компания, может быть еще какие-то обстоятельства именно в вашей стране произошли. И человек думает, а начну-ка я сразу несколько сетевых бизнесов, вот одновременно. Пусть у меня не получится один, зато у меня получится другой. И вот так вот начинаются такие вот бусы из компаний, одна, вторая, треть, четвертая, пятая. Но я не видела еще ни одного топ-лидера, который бы стал, начал зарабатывать сто тысяч долларов, который бы стал миллионером, у которого были бы вот такие прекрасные бусы из нескольких сетевых компаний. Поэтому, если вы думаете вот таким способом прийти к финансовой свободе, это тоже ошибочное мнение, это мнение, мое мнение основано на опыте других людей. У меня, кстати, да, у меня была своя такая история, но она очень быстро закончилась, когда у меня не получился бизнес в одной компании, а мне очень нужны были деньги. И я тоже думаю, так, я буду до обеда заниматься одной компанией, днем я буду заниматься второй компанией, вечером я буду заниматься в третьей компании. Но на самом деле энергия у вас не бесконечна, она у меня была не бесконечна, поэтому всегда душа лежит в какой-то одной компании больше. И как это у меня произошло в тот момент, когда я заработала первые 400 долларов в одной из компаний, до остальных у меня просто времени не осталось, то есть и желания у меня не осталось. Поэтому все-таки вы можете попробовать и увидеть, что к финансовой свободе это не приведет. Либо вы можете не пробовать себе создавать вот это, как говорится, приключение веселое. И просто выбрать компанию, которая полностью удовлетворит ваши потребности и вы будете в ней строить бизнес. Когда у вас будет формироваться уже растущий доход, вы, соответственно, сможете себе формировать несколько источников пассивного дохода инвестиций, это правильно, но создавать несколько вокруг себя, окружать множеством сетевых компаний и думать, что а вдруг этому человеку вот это подойдет, а этому вот это, вот это, вот это. Но на самом деле вы таким образом не становитесь профессионалом ни в одной компании, потому что вы не можете досконально изучить все продукты, быть профессионалом. Соответственно, люди просто не видят вас профессионала, у вас не формируется команда. Поэтому несколько сетевых компаний в финансовой свободе не приводят. Следующий пункт, немножко похож на этот, но он другой. Это несколько хайповых проектов, я их мягко так назову. Это пирамиды, это хайпы, это краткосрочные проекты в интернете. Это тоже не ведет к финансовой свободе. Это временные подработки, это то, что закрывается через несколько месяцев, 3-4-5-6 месяцев, ну кто-то может быть до года доживает, но это то, что постоянно вас держит в напряжении. Создается впечатление, что вы ничего не делаете, вы просто инвестируете какую-то небольшую сумму денег и в несколько проектов, и соответственно, даже если какой-то закроется, то остальные выведут вас в плюс. Но на самом деле, опять же, из опыта моих знакомых, я знаю, как даже если у тебя 10 проектов, то ничто не мешает этим 10 проектам так же прекрасно закрыться, как они и открылись. И финансовой свободой там тоже абсолютно не пахнет. Поэтому хайповые проекты, финансовой свободе, несколько хайповых проектов, они не ведут. Потому что ты думаешь, что как-то оно перекроется, да, в какой-то момент оно может быть перекроется, но в какой-то момент оно все и закроется. При том, что это еще есть такое понятие, которое я не знаю, кому-то оно может быть понятно, кому-то нет, как соучастие на тонком уровне. Когда ты содействуешь в развитии разрушительной силе. Ну вот так вот я это могу объяснить сейчас. Когда ты содействуешь, когда ты привлекаешь людей, говоришь даже рассказывая им о рисках. Ну, 90% людей в одно ухо влетело, в другое не вылетело. И человек вначале начинает с маленькой суммы, потом у него включается жадность. И он все-таки теряет там эти деньги. И когда это большое количество людей, то, ну, как бы это ни звучало, но ты являешься соучастником того, что люди пострадали. И на тонком уровне тебя вселенная немножко так тебе под зад дает. Кого-то немножко, кому как. В общем, в финансовой свободе этот путь, к финансовой свободе этот путь тоже не ведет. Следующий вариант, следующий способ, это обучение у теоретиков. На сегодняшний момент огромное количество людей поняли, что в интернете есть деньги. И поняли, что это другим людям интересно зарабатывать деньги. И появляется множество тренеров, каких-то спикеров, молодых ребят, находчивых, респект и уважуха за то, что вы беретесь начинать обучать других людей. Главное, чтобы это была ценная информация. Потому что, чтобы это была практическая информация. Потому что способ номер пять, о котором я хочу вас предупредить и предостеречь, это обучение у теоретиков. Потому что появляется много различных курсов, на которые вы можете тратить где-то бесплатно, где-то деньги, где-то время. Самое ценное это время. Вот когда ты уделяешь время направлению, каким-то хайпам, каким-то проектам, обучению у людей, которые на самом деле ничего сами не сделали. То есть теоретическое обучение, вы начали делать то, чему вас обучили в теории, а на практике оно не работает. Поэтому, либо, может быть, этот человек работал, а у него, я не знаю, там 10 лет назад. За 10 лет рынок поменялся, интернет поменялся, законы какие-то в интернете поменялись, как работает, где, что. Знания теоретические. За 10 лет все могло измениться. Это образно, да, 10 лет. Поэтому обучайтесь у практиков, у тех людей, которые работают сейчас, которые зарабатывают сейчас, которые покажут вам свою тропинку, которую мне только сейчас протоптали. И, ну, соответственно, вы получите такие же результаты. Поэтому тщательно отбирайте себе наставника, человека, у которого вы обучаетесь. И способ номер 6, который не ведет к финансовой свободе. Это способ оценивания вашего направления по какому-то одному критерию. Речь идет о том, что вы выбираете себе сетевую компанию, выбираете себе стратегического партнера и оцениваете только что-то одно. Это самая распространенная ошибка у людей. Потому что, на самом деле, сейчас не так много профессионалов, специалистов, людей, которые могут оценить компанию действительно, насколько она сильная, насколько перспективная, насколько вы в ней можете реализоваться. И часто можно видеть, как люди смотрят, о, в этой компании классный продукт, я буду с ней сотрудничать. О, в этой компании якобы классный маркетинг-план и не обращают внимания на качество продукта. Кто-то не обращает внимания на основателей, либо вообще закрывает глаза. Хотя, видно, что этот человек, он с опытом организации уже там 3-4 пирамидоса, ну, пирамиды, да, в интернете. И ты на это просто закрываешь глаза, потому что он сочинил новую легенду и теперь он белый и пушистый. Кто-то оценивает вообще только по одному бонусу. Вот в этой компании самый крутой бонус, там, 50% за личную рекомендацию. Не обращая внимания на то, что большие выплаты идут только на старте, а когда ты становишься более-менее лидером, ты начинаешь зарабатывать меньше. Или вообще, в этой компании самое большое количество бонусов платится там для лидеров, но новичку в этот момент очень сложно. Кто-то обращает внимание на то, что компания еще какой-то бонус, в этой компании самый легкий там автобонус, но при этом игнорирует все остальные условия, все остальные критерии. А на самом деле этих критериев больше, чем один. Поэтому, кстати, если вам интересно узнать, как нужно оценивать компанию, это тема отдельного видео, напишите об этом в комментарии и я обязательно поделюсь этой информацией. Друзья, вот такие 6 способов. Обратите на них внимание. Возможно, вы сейчас каким-то из этих способов зарабатываете. Это не означает, что я не осуждаю ни один из этих способов. Если вам нравится, занимайтесь. Единственное мое твердое убеждение, что ни один из этих способов не ведет к финансовой свободе. Поэтому, если вы ищете для себя путь к финансовой свободе, займитесь чем-то другим. А чем заняться? Это тема отдельного видео. Я вам желаю успехов, процветания. Пусть то, чем вы занимаетесь, приносит вам и удовольствие, и достойное вознаграждение. Спасибо большое за внимание. До встречи в следующем полезном видео. Пока-пока.